Тюменская арена Путилов не может рассчитывать на помощь сразу шести основных игроков. Четверо на Евро Андрей Батырев и Александр Упалев травмированы. Зато в строю Артем Антошкин. Именно он стал автором обоих голов своей команды во встрече с КПРФ. На второй минуте капитан Тюмени, которому сейчас самое место на чемпионате Европы, открыл счет. А за несколько минут до окончания встречи он же поставил в ней точку. Все бы хорошо, только в промежутке между этими взятиями ворот сибиряки пропустили пять раз. Рад, что лидеры у нас также находятся на этом же уровне, хотя мы прошли сборы тяжелые. Но все команды сейчас, я смотрю, здесь играют как бы так тяжеловато, потому что снова был период такой, так сказать, микроцикл, где все потягивали и готовились ко второй части чемпионата. Поэтому как бы тяжеловато все это. Злым гением тюменцев стал вратарь КПРФ Илья Беспалый. По количеству голевых моментов сибиряки соперника превзошли, а по реализации нет. Коммунисты даже к своим шансам отнеслись бережнее. 5-2 победа КПРФ. Страшно, ничего не произошло. Ну это плохо, что поражение сегодня, но страшно-то ничего не произошло. Нужно делать выводы. И когда-то эти поражения должны были случиться. То есть мы уже сколько идем без поражений, а сегодня мы проиграли. Сейчас пообщаемся, поговорим с ребятами. Я думаю, все адекватные, все взрослые. И молодежь тоже хочет доказать именно, что они хотят здесь закрепиться в команде. То есть будем разговаривать, трудиться, работать. Только это нам поможет стать, что-то где-то завоевать. В другом поединке дня новосибирский сибиряк уверенно справился с ухтой 5-1. В Тюмени проходит крупный турнир по фигурному катанию. Зональное первенство России среди младших спортсменов региона Урал и Приволжья. Четыре дня юные укоротители льда даруют зрителям и жюри прекрасные выступления. Элементы – короткую и произвольную программы. Волнительные соревновательные будни для них раскрасил приезд легенды фигурного катания Алексея Ягудина. Зональное первенство – очень важный турнир в календаре фигуристов. Семеро лучших спортсменов каждой категории выступят во всероссийском финале, где их ждут серьезнейшие соперники, стучащиеся в сборную России. В нашем регионе тон в фигурном катании задают представители Татарстана, а тюменцы стараются навязать им борьбу. 14-е место после короткой программы занимает Ульяна Стружак, выступавшая в образе богини-змей. Я попала в фигурное катание в 4 года. У нас вся семья почти занимается фигурным катанием, меня тоже отдали. Это музыка из фильма «Боги Египта», мне она очень нравится, потому что этот стиль красивый. Вишенкой на торте соревнований стал приезд в Тюмень Олимпионика, Солт-Лейк-Сити, трехкратного чемпиона мира Алексея Ягудина. Прославленный воспитанник Татьяны Тарасовой прибыл в рамках программы Общероссийского народного фронта «Легенды спорта детям». Ягудин, обладающий непередаваемым тренерским шармом, в течение трех часов раскрывал подрастающему поколению секреты мастерства. Наверное, за это время начать кататься на новом уровне нельзя, а вот вдохновиться на всю жизнь запросто. Сразу выделились несколько девчонок, которые мне очень понравились. Видно, что абсолютно правильно обучены, и видно, что у этих девчонок есть собственно куда дальше расти. Ну и вообще уровень подготовки детей, он, я часто езжу по России, и в принципе достаточно высокий, что меня даже немножко не то, что не удивило, но я был приятно очень не удивлен, а такая вот приятная новость меня сегодня ждала. Для нас, для фигуристов Тюмени, это был очень приятный сюрприз. Организаторами выступил Общероссийский народный фронт, Общероссийский народный фронт. Мы были только рады, потому что общение со знаменитыми, с чемпионами, с такими значительными людьми в фигурном катании, это дополнительный стимул, так сказать, к развитию для спортсмена. Это эмоции, это праздник, поэтому вот очень рады, что так все совпало, и наши тюменские ребята могут пообщаться лично с олимпийским чемпионом. Алексей Ягудин посетил соревнования в рамках зонального первенства. Кстати, всероссийский финал, на котором будут выступать самые лучшие юные фигуристы, в том числе и с группой Этери Тутберидзе, пройдет в марте в Тюмени. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте аснта.ру. До свидания.